Депутат Государственной Думы 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 6. Превращение бывшим губернатором и секретом Севастопольского отделения партии «Единая Россия» овсяникам вкупе с ныне действующим губернатором и секретарем Севастопольского отделения партии «Единая Россия» разважаемым Севастопольского парка победы, задуманного каким победителем Великой Отечественной войны в позор города. 7. Непонятные бездействия властей страны в отношении сбежавшего из Севастополя и фактически предавшего из Севастополя и севастопольцев и президента России и Россию, бывший секретарь Севастопольского отделения партии «Единая Россия» овсяника в части касающейся лечения государственной награды, которой он когда-то был достойным. Здесь надо будет точнить. 8. Непонятные и вызывавшие неоднозначные реакции у Севастополя с снятием властями Британии санкции секретаря Севастопольского отделения разважаем догадки относительно мотивации британской власти никак не могут способствовать росту патриотизма среди населения. 9. Наконец, абсолютные, не подвержавшие здравому смыслу действий овсяника разважая по уничтожению памятника архитектуры и истории, духовных и культурных ценностей, традиций, да и самого менталитета севастопольцев. Мы не говорим о небезызвестном Толмачеве. Ранее назначаем заместителем по внутренней политике, которой, кстати, в городе нет. Мы предпреждали законодательные собрания Севастополя, каждый депутат лично в писанной форме, чтобы при принятии решений по ковидным угрешениям. Они учитывали мнение большинства граждан, но только депутаты Единой России проголосовали за ограничения, как говорят, по требованию разважаемых. А вот Государственная Дума прислушивалась к народу, хотя Единая Россия имеет большинство. 11. Лживые отчеты губернатора президента России о реализации ФЦП продолжаются на протяжении трех лет. И несмотря на наше разоблачение, ему все сходит с рук. Мы не понимаем, что это политика партии России, Единая Россия, или это своей волей губернатора, хотя высшим органом государственной власти является законодательное собрание. Перчень можно было бы продолжать. Каждый из названных аргументов основан на документально подтвержденных фактах. Однако, полагаю, что сказанное вполне достаточно, чтобы вы могли сделать соответствующие выводы и ответить на вопрос, почему вставленники партии Единая Россия в Севастополе, призванные, казалось бы, усилить влияние партии власти, мобилизовать севастопольцев на укрепление национальной безопасности России, действительно подрывает ее обороноспособность. Дмитрий Вадимович, вы военный человек, возглавляете комитет по обороне. Севастополь – военный город, главная база Черноморского злота, которых хотят превратить в яхтенную марину. Мы считаем, что такой человек не может возглавлять партию, тем более партию власти и возглавлять город, тем более такой, как Севастополь. И надеемся на самопонимание и правильное принятие решений членов вашей партии. Мы севастопольцы, мы гордимся своим городом, любим его. Наша жизнь неразрывно связана с его жизнью, а все годы существования вне российского пространства, мы ощущали на себе неразрывную частицу Великой России. Может, пора прекратить эксперименты с нашим городом и с нами, севастопольцами. Великой России и Великой России не должны занимать какие-то посты в городе вообще. Я бы поднялся, что я забыла на путь. И все, вот это, пожалуйста, мы должны быть контролем. Много больше, чем в Севастополе принято. То есть на нас уменьшили. Но все дело для севастопольцев, никто же не спорит. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова